Вишневый сад Вишневый сад Новую счастливую жизнь Музыка играет Играет Добрый вечер Я Сергей Гармаш Работаю в театре «Современник» В свободное от работы время Снимаешь в кино Так всегда было заведено Мы должны были, когда уезжали куда-то В командировку с киногруппой Написать в театре обязательно заявление Что прошу в свободное от работы время Отпустить меня на съемки Я не москвич Я сюда приехал в 80-м году во время Олимпиады Поступил в школу-студию МХАТ И так остался живу здесь Город мне стал таким родным И близким Я способен скучать по Москве Я очень благодарен Москве Здесь родились мои дети Самое большое, что мне здесь не нравится В этом городе Это зима Потому что я родился И вырос на юге Это было на Украине В городе Херсон Артистом я стал случайно Я учился в 8-летней школе Дальше нужно было Либо идти в какой-то техникум Или среднее учебное заведение Либо переходить в другую школу Которая была с 10-летним образованием Учился я очень посредственно Отметки хорошие имел По русской литературе По истории По природоведению То есть гуманитарные какие-то Но они давались мне достаточно легко Я занимался парусным спортом У нас в городе было две мореходки Я собирался туда поступать И мама, которая, наверное, как-то так интуитивно понимала Что мне уж не нужно учиться в школе А нужно как-то взрослеть Поскольку был мальчик неуравновешенный такой Она купила мне справочник для поступающих В среднее учебное заведение Украины И когда я листал этот справочник Вот, просматривая все мореходки Украины А я его листал так полуфитом Я вот наткнулся, увидел Днепропетровское театральное училище Я абсолютно четко помню эту мизансцену Мама гладила белье А я, значит, так на диване пролистывал эту книгу Что-то комментировал, шутил И увидев театральное училище, сказал О, говорит, театральное училище Сюда я поступил Буквально сразу после выпускного вечера Я уехал на соревнования А вернувшись, узнал, что мама отвезла документы В театральное училище Понимаете, что само по себе является Совершенным каким-то исключением Я думаю, которое случилось Только в силу того, что Моя мама, диспетчер автобусной станции Приехала из другого города Пришла в приемную комиссию И говорят, вы понимаете, что у нас документы так не принимают У нас прием документов Это первый тур Вот они выходят сюда, читают стихотворение, прозу, басню Вот, она говорит А он на соревнованиях А я из другого города И у нее как-то приняли эти документы Понимаете, вот Но Самое любопытное Произошло дальше Я приехал Папа сказал Здесь ты должен прекратить тренировки Через пять дней тебе ехать поступать Я сел и стал готовиться Я честно Так, как будто готовился А когда мы туда приехали Вместе с папой И я увидел такую какую-то совершенно атмосферу Когда в себе кто-то плачет Кто-то волнуется И человек высоко на лестнице Вызывает по фамилиям по десять человек Я совершенно, ей-богу Не понимаю Так пробегает девушка Я говорю, а что сдают? Она так вытащила Говорит, мастерство! Папа так дернул меня За рукав И говорит Показывает мне эту книжку для поступающих Говорит, а ты вот это читал? А там внизу После всех Все экзамены были одинаковые Понимаете, практически Если это гуманитарный Там диктант Значит, история И по-моему язык И литература И он говорит, а ты это видел? А там внизу написано Основным экзаменом для поступления В театральном училище является Значит, первый, второй, третий тур Мастерство актера Стехотворение Басня-проза Я говорю, я не дочитал до этого Вот И папа В общем-то Воспитывал меня достаточно жестко Я думаю, что сейчас Что-то здесь произойдет Я говорю, подожди, подожди Сейчас все И вот тут И вот тут Вот, наверное В плохом смысле Не знаю уж в каком Моя театральная деятельность В эту секунду началась Потому что я побежал Моментально там Соврал Этому, значит, человеку Который вызывал О том, что у меня что-то Плохое себя чувствую Переложите мой экзаменационный лист Вот Куда-то подальше Вот Моментально, значит Этой девушке Попросил книгу Басню нужно было читать На украинском языке Это было обязательное условие Все можно было читать На русском Кроме басни Я, значит, выучил басню Говорю, папе, я готов Вот Пошел туда Моментально прочитал Какое-то стихотворение Помню Исаковского Какое-то такое Очень пафосное О родине Вот Дальше прочитал Начал читать По-моему, басню Меня остановили Попросили Прочтите прозу А вот тут Значит Года за два До этого Папе подарили на работе Такую коробку Были такие коробки Сборники Вот Громпластинок Больших Полная коробка Пластинок Аркадия Исаакча Райкина Папа их слушал Я тоже с удовольствием Слушал И некоторые Миниатюры Просто так мне нравились Я их слушал Что знал наизусть Я начинаю голосом Аркадия Исаакча Читать эту миниатюру Преподаватель Актерского мастерства Завкафедры У него тягивается лицо Он говорит Вы что делаете? Я говорю Просто читаю Вы что пытаетесь Пародировать Аркадия Исаакча Райкина Я говорю Да вы что? Вы не готовы? Я говорю Я готов Вот И вот какая-то Такая-то наглость Позволила Я не знаю Как-то они меня не выгнали А поставили мне Четверку Сказали Если вы приедете Так же подготовленный На следующий тур Конечно Мы вас дальше не пропустим Ну а дальше Все просто Я приехал И выучил Стихотворение Есенина Выучил какой-то Чеховский отрывок Поступил Понимаете Мне было ровно 15 лет 15 лет Я стал жить в общежитии В другом городе За 400 километров от дома С ребятами Хореографами третьего курса Двое из них были после армии То есть им было где-то По 21 году Они для меня казались Дядьками такими Просто Вот уже какими-то древними совершенно Ну вот так Закончил театральное училище Факультет Был Актеров Драматического театра И театра кукол Так было написано В дипломе И распределялись Мы жестко Строго В кукольный театр Я съездил В свой родной город В Хельсон Вот пришел там В театр Поговорил с главным режиссером Вот Она сказала Что я тебя беру Я поехал туда И проработал там С февраля По ноябрь месяц Это было замечательное время Прекрасное Театр кукол был молодым Не имел своей сцены Поэтому На базе мы только репетировали А уже в съемных залах Давали спектакли Причем в основном Все это было так Это была область Это были колхозы Совхозы Деревни С маленькими клубами А когда наступило лето Это было все побережье Это было побережье Черного моря Это арабатская стрелка Была Это был скадов Генническ Вот это было замечательно Конечно Группа пять человек Администратор И водитель Семь человек в автобусе И вот что-то Такая знаете Такая колесящая Кибитка По просторам Херсонской области Играли по четыре спектакля Иногда в день Сыграли Час Собрали Уехали дальше Сыграли Мы были молоды Полны сил Весело было Невероятно И я Конечно же Очень мечтал О большом театре Я понимал Я поступил Пятнадцатилетним мальчиком Был Маленького роста Окончил уже На шестнадцать сантиметров Торчал выше ширмы А скажем Профессия киноактера Как Профессия космонавта Тогда была для меня Один раз снимали В Днепропетровский фильм Когда нас выгнали Всех с лопатами И с кирками В массовку Все театральное училище И камера находилась Где-то метров За четыреста от нас Это можно было В бинокль Увидеть только И это был Невероятный праздник А потом Мой однокурсник Ездил в Одессу На Одесскую киностудию На пробы Просто на пробы На небольшую роль И это было событие Космическое просто Вот как он там Был на этих пробах Один день Кого он видел Как это все было И он вот Его рейтинг между нами Сразу Взлетел невероятно Это было Это было супер событие Поэтому Кино это было так далеко И так недостижимо Об этом даже В общем-то не думалось Думалось Безусловно О том что хотелось поступить В хороший Серьезный институт Вот так я проработал Там до ноября месяца В ноябре ушел в армию Отслужил армию И приехал сюда И поступил В школу-студию МХАТ Хотя тоже не сразу Я провалился С диким грохотом В Щепкинское театральное училище И мне понадобилось Три дня Чтобы как-то Прийти в себя Когда Мне сказали Что мне с моим говором Который я не исправлю И который пожалуй До сих пор до конца Я не исправил Вот Я не смогу здесь учиться Что мне лучше С моим дипломом Ехать на Украину И честно работать Там Это конечно был такой удар Я ведь так соскучился По всему этому Я Был два с половиной года В армии Вот Я Очень много в армии Прочитал То что пропустил В театральном училище Так случилось Вторую половину службы Вот У меня был друг Библиотекарь У нас Попалась такая часть Я переехал в такую часть Где была действительно Неплохая библиотека Вот Я очень много перечитал И у меня было ощущение Внутреннее Что я очень готов Поэтому я три дня Бродил по Москве Знаете Не хочу ничего придумывать Ей богу Пожалуй Мне удалось только единственное Не настроиться А расслабиться Может быть Как-то расслабиться Как-то внушить себе Что если ты так будешь волноваться Как ты волновался Ничего из этого хорошего не выйдет И я ходил Вспоминал то что я любил Я безумно любил Там скажем Шукшинский рассказ Микроскоп Вот Мне очень нравилась Поэма Евтушенко Братская ГЭС В ней было Несколько потрясающих Совершенно Глав Ну и вот так Вот как-то В понедельник я пришел В Щукинское училище Прошел на второй тур Тут же пошел В школу-студию МХАТ Мне говорят Не уходи Пойдешь сегодня же вечером На второй тур В общем-то там все и решилось Я поступил в школу-студию МХАТ Это относительно профессии Конечно Главное событие Потому что Вот этот период Который я застал В школе-студии МХАТ Достаточно вам Перечислить Руководителем моего курса Был Иван Михайлович Тарханов Сын великого Тарханова И племянник великого Москвина Педагогами на моем курсе Были Замечательнейший педагог Режиссер Ученик Кедрова Владимир Николаевич Богомолов Моим педагогом была Ангелина Иосифовна Степанова В это время В школе-студии МХАТ Преподавали Марков Морес Анна Михайловна Камолова Была моим педагогом Любимой актрисой Немировичи Когда-то сказал Замечательно Михалков На юбилеи Ангелины Иосифовны Вы понимаете, говорит Ангелина Иосифовна Это два рукопожатия до Пушкина Два рукопожатия до Пушкина Вот для меня она была Одно рукопожатие до Станиславского АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте попробуем побеседовать Я не пою Не танцую Читаю стихи крайне редко Может быть, прочитаю что-нибудь вам АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Леонидович Скажите, пожалуйста Вот, наверное, у каждого кинорежиссера Есть свои профессиональные приемы У вас была же возможность сравнить Соловьев, допустим, Михалков, Автрашитов? Безусловно, как и у каждого человека У каждого режиссера Есть просто определенный свой подход Своя метода Но вот что касается работы с Михалковым Когда Мне так повезло, что он утвердил мне в «Картину 12» Начался совершенно поразительный процесс Во-первых, у нас было 10 смен репетиций Такого в кино почти не бывает 10 смен мы приходили и репетировали Как в театре Сидели за столом, читали сценарий Сокращали его, добавляли, спорили, говорили Не видя ни декораций, ничего Потом начали снимать Вы понимаете, Михалков на съемочной площадке Кто угодно Только не режиссер-постановщик Друг, актер Педагог Абсолютно в какую-то секунду твой партнер Михалков невероятно заразителен Он Увлекает своим показом Настолько сильно Его показ настолько точен И настолько увлекательный Что тебе сиюминутно хочется это повторить А к примеру, Абдрашитов Который достаточно сдержанный Человек, выдающий эмоции Очень так дозировано И очень так мало Из-под лобья Очень внимательно смотрящий на тебя Абдрашитов Который рассказывает тебе о твоем герое Все время в третьем лице То есть вот сидим Он, я гармаш И здесь где-то рядом Здесь справа или слева Сидит этот герой И он говорит, понимаешь Он вот это, он то-то Он смотрит то-то, то-то И он настолько о нем рассказывает Что я начинаю чувствовать его присутствие А скажем Соловьев Который смотрит на тебя Вот Просто Ты смотришь на него Он смотрит на тебя такими глазами Ты же можешь все Вот Который сразу тебе дает такой Аванс доверия Вот Такой аванс Аванс уверенности А скажем Тодоровский Если кто-то видел картину Мой сводный брат Франкенштейн Я играю там человека Не совсем адекватного И текст это Понимаете Достаточно такой Смешной И мы когда делали Первую репетицию Первую репетицию Я ее так сыграл Что Михальчук Просто упал из-за камеры Ермольник С Яковлевой Раскололись Всем смешно Я такой счастливый Ну как здорово С первой репетиции Получилось Делаем вторую репетицию Я еще как бы Уверен Потому что все смеются Это же всегда придает Уверенности Когда ты видишь Что реакция какая-то есть Вот тут подходит Тодоровский говорит А теперь Гармаш Без всякого юмора Без всяких хох Абсолютно Серьезно Предельно И только в конце Вот этот проглаз Там Такая немножко странность Бриллиантовый глаз Согласитесь Красиво И мы так снимаем Вот это и есть Такой момент режиссура Ответил Сергей Леонидович Вот я если не ошибаюсь Вы получили награды За роли второго плана Чем вы руководствуетесь Принимая такие предложения Или это ваш конек Ну Золотого Орла я получил За главную роль За фильм Свои режиссер Дмитрий Месхий Ну вы знаете Я бы мог простую фразу вам сказать Не бывает маленьких ролей А я так и думаю Я руководствуюсь тем Чтобы Тот материал Который мне предлагают Можно было назвать ролью Все И потом я вам скажу Еще одну вещь У меня никогда не было Такого момента Я начал свою Свою работу в кино С главной роли Но никогда не было Такого ощущения Что вот А вот я сыграл уже Три главных роли Вот у меня есть Это, это и эта картина То теперь уж Чем мне соглашаться Там На роль второго плана А тем более на эпизод А еще там на эпизод Одного дня Вот Мне очень многому научили Роли второго плана В любой профессии Ты можешь существовать Только до тех пор Пока ты не перестаешь учиться Для меня Моя работа Что в театре Что в кино Это дорога Движение Как только я Захочу остановиться Вот Если у меня внутри Появится какая-то Такая дурь Что я чему-то Что-то значу Что-то сделал Значит нужно все Заканчивать с этим И Начинать заниматься Чем-то другим Вот Поэтому У меня было много ролей Второго плана И главных ролей Но Многие второго плана Гораздо дороже мне Чем главные Сергей Ленович Вы В профессии Давно А актерская профессия Не секрет Профессия Зависимая Внешне Во всяком случае Вы Чек жесткий С характером Вот как вы Существуете В такой Зависимой Профессии А в каком смысле Она зависимая Ну мне кажется Она зависимая Во всех смыслах Возьмут на роль Не возьмут Утвердят Не утвердят Понравишься режиссеру Не понравишься Ну во всяком случае У зрителя Бытует такое мнение Может быть оно ошибочно Тогда пожалуйста Нет оно не ошибочно Я сам не раз говорил И Я сделал все для того Чтобы у моей дочери Не возникло Желание Оказаться в этой профессии Рулетка В этой профессии Кружится может быть Гораздо Быстрее Чем в других Я не могу назвать Ее самой тяжелой Понимаете Мне иногда говорят Ах вы так много ездите Наверное это очень тяжело Да чепуха это все По сравнению с тем Что вы слышите сегодня Что происходит там Когда в шахте Гибнет 70 человек Радуются что ты ездишь По городам разъезжаешь Хотя профессия Между прочим В английской шкале Физических затрат труда Стоит сразу после шахтера Но Понимаете Вот эта вот зависимость Я отвечу сейчас на ваш вопрос Это очень трудный Обидный Неблагодарный Страшный момент В профессии Я знаю огромное количество людей Знаю А еще большее количество людей Предполагаю Которые С гораздо большим Правом Должны вот сейчас Находиться здесь На моем месте Это и те люди Которые заканчивали школу Студию МХАТ И Щукинское училище Им каким-то образом Не повезло Это и огромное количество Фантастически потрясающих актеров Которые находятся в провинции И не могут сюда добраться Даже до сериала Или до какого-то кинематографа Понимаете Но еще добавлю Понимаете Вот эта зависимость Вот этот момент Когда ты снимаешься Допустим в первой картине Во второй В третьей А потом Месяц У тебя молчит телефон Поверьте Поначалу Даже месяц Вот Это уже очень большой срок И вот он молчит 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 Я отношусь к этому Как к части профессии Это называется Наверное Уметь ждать И ждать и верить Кино Тяжелейшая штука Где За 12-часовую смену Снимается Три минуты Экранного времени В основном Нужно ждать И при этом Не потерять Своего Не хочу так говорить Высоко Настроя Понимаете Атмосферу Просто желание Того Чтобы сделать Что-то сегодня Очень хорошо И качественно Ждать Как может быть И во многих Других профессиях Это очень важно Так что Этот момент Безусловно Присутствует Но это часть профессии Достаточно ли актеру Природных Психофизических Качеств Или все-таки Обязательно Обладать интеллектом В этой профессии Дайте я подумаю Ну вы знаете На самом деле Вопрос Интересный Вот Та часть Аудитории Которая засмеялась И думает Ну что же за такой Глупый вопрос Простите пожалуйста За девушку Что значит Как же Какой же может быть Актер без интеллекта А как же дети Которых переиграть Невозможно Наша профессия Допускает Участие В ней Людей совершенно Значит Вот в моей первой картине Отряд Произошла такая штука Алексей Кириллович Симонов Где-то значит В поездках Выбирая на туру Вот Увидел случайно человека Они в Обскове Выбирали на туру Он его увидел на улице В то время Ему было 41 год Он был женат У него было двое детей Он работал где-то на заводе И вот представляете Человеку 41 год Подходит Человек говорит Вы не хотите сниматься в кино? Ни в коем случае Не хочу обидеть Витю Нестерова Но интеллект Его был абсолютно Как бы соответствующий Абсолютно природный Он спокойно сказал Да Вот Снялся у нас в картине Затем заочно поступил В ГИТИС Затем стал работать В Псковском театре Затем в какой-то момент Его жена Выставила ему В коридор чемодана И сказала Только идиоты В 40 лет становятся артистами И выгнала его из дома Но он уже эту профессию Не бросил Поэтому Нет Не хочу вам сказать Что прямо Ах Безинтеллекта Вступить Начать можно Очень даже как-то так Из природы Может быть Ну а в принципе Конечно же Чем может пользоваться актер Что такое домашняя работа актера Безусловно чтение Безусловно литература Для меня это в первую очередь Вы играли В спектакле Пять вечеров Скажите пожалуйста Трудно ли было вам Играть этот спектакль После известной картины Никиты Михалкова Где тоже роль Исполнял Любшин Ну Не играл Еще играю Слава Богу Еще играю Ему еще и двух лет Нет Да Я невероятно Люблю этот фильм Очень люблю До встречи с Михалковым Моей в кино Люблю давным-давно Вот Считает одним из шедевров Нашего кино Просто из шедевров И это для меня было Самое главное препятствие Самое главное Ну и Была такая ситуация Что Это же спектакль делался К 50-летию нашего театра Вот Сказать нет Не буду Потому что я боюсь фильма Ну Я в общем-то Я так особенно Не очень помню Моменты Когда я трусил В профессии Понимаете Вот эта вот Пьеса Володина Это настолько Пронзительная И потрясающая Драматургия Что Когда к ней Прикасаешься Уже все На тебя Играю Это С большим С большим удовольствием Что только Южные мужчины Завоевывают Женщины Вот этот Бархат И вот эта Притягательность А может быть Падали под ноги Нет Нет Вот мне Мою жену Как раз Приходилось Завоевывать Я ее Реально Завоевывал Она меня Не подпускала А я ее Завоевывал Первый курс Завоевывал Второй Завоевывал На третьем Завоевал Сергей Леонидович Вы Сыграли Огромное количество Ролей И в кино И в театре Но вот Многие Вас влюблены Вот именно В роли Короткова В сериале Каменская Как вы считаете В чем Фишка Этой роли В том Что Пятая Каменская Будет сниматься Без меня Похоронят Короткова В начале Вот Это самая лучшая Для меня Фишка Я безумно Благодарен Своим Ближайшим Партнером Лене Яковлеву Сереже Никоненко И Владу Дужникову С которыми Было Невероятно Приятно Работать Но Всему свое Время Сергей Леонидович У меня Такой вопрос Случалось После вашей практики Что процесс работы Был интереснее Чем сам результат Спасибо Вы знаете Очень часто Это такой Тоже сложный момент Мой Ну один из первых Не первый Наверное Зарубежный проект Это Когда я уехал В Чехию Сниматься В картине По роману Владимира Войновича Солдат Иван Чонкин Вот Это была Английская продукция А картину Снимал Чешский Очень титулованный Режиссер Известный Лауреат Оскара В 27 лет Это Иржи Мэнсен Процесс был Фантастический Англичане Построили На территории Нашего Бывшего Гардизона Реально Деревню Вот эту Построили церковь Построили школу Построили сельсовет Построили избу Где живет Нюра Свинью Дрессировали Четыре месяца Построили самолет Все это было так Для меня Тогда это вообще Такая вот Мощная декорация Мы очень хорошо Жили Нас Очень хорошо Кормили И вообще В общем Опекали Все было замечательно И процесс Был очень весел Весело Было невероятно Смешно Закрыли Задорно Прекрасно Просто Удовольствие Результата нет Конечно Вы знаете Что Огромное количество Будет примеров Когда Литературу Литература При переложении На экран Многое теряет У меня такое Было уже И До Менцеля Был Этот опыт То есть Тогда началась Эта картина Мастер Маргарита Которую Я был Невероятно Счастлив Что я туда попал Но вот Поверьте Я очень много Услышал Комплиментов Там За роль Но все равно Сейчас думаю Что Не нужно Трогать Мастера Маргариту Даже пытаться Не нужно Ну и вот тут Наверное Что-то такое Такого же рода Читали мы Я помню В школе Студии МХАТ Это значит Было где-то В 83-м году На фотографиях Этого Чонкина По рукам Ходили фотографии Потому что Близко тогда Конечно Никакого Войновича Я помню Мы всем курсом Мужским Заперлись Гримёрки Кто-то притащил Вот такую стопу Эти фотографии Мы читали Просто По полу Ползали от смеха Так это было смешно И кино Снимали Было смешно Очень смешно Было нам Результат Не смешной Но Хуже Когда и процесс Еще бывает Не смешной Грустный Кино не получается Пожалуйста Как складывалось Ваше партнерство С Олегом Янковским В фильме Любовник Как вам снималось Невероятно здорово Знаете Это Один из Самых лучших Периодов В моей киношной жизни Потому что Мы были знакомы С Олегом Ивановичем Мы были знакомы Как По встречам Где-то на фестивалях Где-то встречались В театральной среде Ну где встречаются Артисты Где-то на каких-то Премьерах Вот Но никогда Не работали И Были просто Хорошие знакомы И вот знаете Для меня Янковский Совершенно загадочный Актер Как и для многих Актеров Предусловно Он для меня Учитель Мэтр И вот тут Происходит такая вещь Вы знаете Я бы не работала с ним Так Как будто бы Я Янковским Учился на одном курсе Мы жили в общежитии В одной комнате Вот это самое Почисающее Вот именно так И это так Нужно уметь Так немногие могут И самое главное В нашем В нашей профессии Одно из самых главных Даже не приблизаться К пьедесталу Ни в коем случае У нас В любой профессии Это ничего не добавляет А в нашей-то Кончается артист сразу Как только начинает Думать о пьедестале Или книжки о себе писать Такое складывается впечатление Что режиссеры вам И не предлагают Роли там Каких-нибудь слабаков И мерзавцев Вам не надоело Еще играть Крепких Хороших Как это мерзавцев Не предлагают Вы знаете У меня Ну было уже Не знаю Может быть Картин Около Двадцати За плечами Около Двадцати А может даже И чуть больше Когда появилась В моей биографии Такая картина Беспредел Ну я там Редкого мерзавца Играю Такого авторитета Очень жесткого Человека Вот А вот слабаков Я вообще мечтаю Слабаков Ну Знаете Я Никогда Не прятался Скажем так От Своей Индивидуальности Ничего себе Такого Не фантазировал Не фантазирую Поэтому У меня никогда Не было мечты Сыграть Ромео Я себе Отдавал Отчет Понимаете Что с таким Лицом Ромео Не бывает Понимаете Вот И Что я Актер Конечно Для Определенных Но мне Очень всегда Приятно Когда Мне предлагают Что-то Неожиданное Мне Мне Очень Было Лестно Предложение Сергея Соловьева Сыграть Левина Ванне Карениной Вот Тут Я Действительно Реально Не соглашался Серьезно Не соглашался Потому что Считал Что Мне поздно Играть Левина Но Соловьев И продюсеры Меня убедили Что Актерский Состав Таков Что Все Немножко В возрасте Изменены Я Очень Благодарен Ему За то Что Он Позволил Мне Сыграть Эту роль Хотя Ее В картине Говорят Не будет Разные Предлагают Вы знаете Я долго Мечтал Сыграть Врача И Года Два Назад Сыграл В сериале 9 месяцев Врача Теперь Мечтаю Сыграть Летчика Сергей Леонидович Ну И Не Секрет Что Ряд Актеров Становится Режиссерами Не возникало Ли у вас Подобного Желания Или Если хотите Соблазна Заняться Чем-то Новым Ну Не буду Обманывать Возникало Даже Возникает У меня Просто Хватает Сил Бить Себя По рукам И По своим Мыслям Вот Я вам Больше Скажу Я даже Мечтаю Поступить На Высшие Режиссерские Курсы Причем Не с той целью Что Вот Во что бы Это не стало Стать кино Мне все Очень нравится Учиться Вот Я бы еще Поучился Чему-нибудь Вот Может быть Для того Чтобы Лучше Понимать Профессию Вот А может Быть Когда-нибудь Такое Случится Вы знаете Я слишком Много Знаю Отрицательных Примеров Тогда Когда Актеры Снимают Кино Вы мне Скажете А вот Это Это Да Бывает Удача И Дай Бог Может Быть Так Случится Когда-нибудь Я это Почувствую Сделать Скорее Всего Нет Я Глубоко Уверен Что Одна Из Главных Проблем В нашей Сегодняшней Жизни Вообще В нашей Жизни В той В которой Мы живем Она Идет Еще Оттуда Одни Еще Гоголь Писал В человеке Не на Своем Месте Вообще Хорошо Бы Это Делать Знаете Как Когда У тебя Есть На Это Свои Деньги Снял Какую Гадость Вот Не Понравилось Взял Сжег А А так Снимешь И сжечь Что Не Дадут Покажут И опозорят На Все Сергей Емельевич Скажите Пожалуйста Что Должен Уметь Хороший Актер Какими Качествами Он Должен Обладать Хорошим Человеком Быть Ну Что Значит Какими Качествами Понимаете Наверное Нужно Не бояться Быть Смешным Не бояться Быть Нелепым Не ощущать Себя Актером Как можно Больше Быть Актером Вот Сейчас Я Все Равно Актер Тут Уж Никуда Не Денешься Понимаете Как Это Получается Это Вам Судить Интересно Я Говорю Не Интересно Но Пытаюсь Как Интересно Все Все Так Кривляюсь Потому Что Ну Не Могу Ж Я Бу Бу Вот Но Вот Чтобы Быть Хорошим Артистом Вот Так Попытаюсь Ответить Вам Вот Выходя Отсюда Нужно Забывать Что Актер Как Я Выхожу Из Театра И Забываю Что Актер Мне Крайне Приятны Встречи В жизни Когда Меня Не Ассоциируют Не Только С Моим Персонажами Но С Я Человек Узнает Что Ты Артист Ходит Беседы От Тебя А Не Узнает Тебя Так Такое Бывает Не Часто Мне Это Приятно Правда Правда Приятно Скажите Пожалуйста Вы Позволяете Себе Импровизировать На Ваших Спектаклях Вот И Сталкивались Либо С Неадекватной Реакцией Зрителей Ну Бергман Говорил о том Что Самая лучшая Импровизация Это та Которая Очень хорошо Подготовлена И Срепетирована Вот Конечно Случаи Которых Вы Спрашиваете Смешные Они Случаются Всегда Часто Ну Хорошо Расскажу Одну Такую Историю О Неадекватной Реакции Зрителей Когда В середине Восьмидесятых Годов Стояли Эти Огромные Очереди За Водкой За В Москве Невероятно Огромные Когда У нас Шла Безалкогольная Компания Михаила Сергеевича Борьба Вот Значит Пьянство В магазине Работали с двух И вот У нас Был спектакль Этот же Шукшина По утру Они проснулись Где Люди Вот так Вот Прям На аванс Сцени Смачно Открывали Разливали Коньяк За разговором С сигаретой Все это пили В какую-то секунду Человек В седьмом ряду Который По всей вероятности Вот Какой-то Холодный Мороз Отстоял Там С двух Часов Может быть До шести Ему не хватило И жена Его вечером Повела в театр Понимаете Он здесь сидел Скинул Потом встал И говорит Мать вашу И так далее И вот С таким Мать вашу И так далее С длинным Монологом Вышел Через весь Зал Вот Больше Не вынес Этого зрелища Сергей Леонидович Почитайте Пожалуйста Вы же Обещали нам Ой Хорошо Я Я очень люблю Пушкина Очень люблю Сказки Пушкина Я прочитаю Маленькое Стихотворение Называется Оно Цветок Цветок Засохший Безуханный Забытый В книге Вижу Я И вот Уже Мечтою Странной Душа Наполнена Моя Где Цвел Когда Какой Весной И долго Цвел И сорван Кем Чужой Знакомый Ли рукою И положен Сюда Зачем На память Нежного Свидания Или Разлуки Роковой Или Одинокого Гуляния В тиши Полей В тени Лесной И жив Ли тот И та Живали И нынче Где их уголок Или уже Они Увяли Как Сей Неведомый Цветок Вы Знаете В заключение Я хотел бы Сказать Вот такую Вещь Никакой Актерский Талант Никакое Божье Дарование Никакое Высшее Актерское Мастерство Старание Твое Не принесет Никакого Результата Без Глаз Зрителей Которые Питают Тебя Которые Позволяют Тебе Обрести Какую-то Свободу Вы Это Безусловно Часть Всего Того Что Происходит На сцене Спасибо Вам Большое И вообще Спасибо Всем Зрителям Спасибо 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 Спасибо